Доброе утро! Ну, точнее, добрый вечер вам всем. Мы продолжаем The Summit 2, и у нас сегодня последний день. Осталось всего-навсего два матча. Первый из них будет не очень интересным, да? Лофей, кстати. Может быть, наоборот, потому что он фановый будет интересный. Да, он будет фановый, да. То есть тут команды уже не будут именно вот это вот трайхардить, потеть и так далее. Ну, первый матч, это матч за третье место. Best of 5 формат Secret EG. Многие прогнозировали этому матчу финал. Ну, немножечко не получилось, скажем так. Ну, да. Слушай, я не думаю, что он будет какой-то фановый или типа того. Ну, фиг знает. Ну, блин. Ну, тридцатка разница довольно большая. И, собственно, команда, понятное дело, что будет потеть. Это факт. Фактически очень принципиальное противостояние. Ну, вообще, да. Вообще, да. Финал прошлого StarLadder, собственно, и так далее. Это же спорт, знаешь ли. Ну, конечно. Тут не знаю, короче. Если бы они играли, к тому же вам ни за что. Ну, тут еще и денежные солидные различия. Плюс престиж. Их фанаты... Ты как бы фанатам никогда не объяснишь. А мы там типа фанились. Фиг ли ты фанился, если ты на турнире играешь. И если кто-то там просто закинет игру, то фанаты будут очень недовольны. Тут фанаты ждут борьбы. У этих команд фанатская база. Но, с другой стороны, стоит сказать, что все равно не будет вот такого вот серьезного-серьезного пота, крови и слез, как это было бы в финале. Я думаю, что не будет. Ну, понятно, что будет. Я сейчас посмотрю, что ВКонтакте ставит. Финал — это все-таки финал. Да. Что ставит наш ВКонтакт? На кого ставит наш ВКонтакт? Наш ВКонтакт ставит на... Так, мне надо проголосовать, чтобы на результат. Наш ВКонтакт ставит, что 3-2 выиграет Сикрет. А на втором месте 3-2 ЕГЭ. То есть вот так близко. Ну, понятно. Ну, то есть люди считают, что игра будет равная и, собственно, победят 3-2 те или другие. И трудно тут, конечно, предсказывать. Но я, например, поставил 3-1 на ЕГЭ. Я 3-1 на Сикрет. А Каспер? Я 3-2 на ЕГЭ. А Экстримчик? Экстримчик поставил 3-1 на ЕГЭ. И ВКонтакт 3-2 на Сикрет. То есть мы с ВКонтактом за Сикрет, все остальные за ЕГЭ. Вот так вот. Ну, Виномансер в пике. Просто Виномансер. Ну, Артизи, конечно, на Трэрлэйде 100% винрейт. Это нас радует. Опять Виномансер. Но Виномансер жи. Ну, это, наверное, будет Соломит Виномансер. Думаешь? Да, для Фира. Я думаю, да. То есть благодаря Виномансеру попытаются вначале... Что поделать? Ну вот, и Фурион берется, все для этого. Поддавить, подпушить. Вначале. Плюс и Террор Блэйд, он же даже вначале может давить и пушить ТВРА. За счет метаморфоза, иллюзий. Ну, и для него создать какой-то Space. Виномансер. Он, на самом деле, может выполнять функцию очень забавную. Он приходит на любую линию. Выставляет там стенку из вардов. И как бы на эту линию не пропушить, фактически. Эта линия все время находится на одном уровне. Который сам выбирает Виномансер, где он поставит воды. Там, собственно, линия и будет. И это уже значит, что вот в одном месте карты на тебя напасть очень тяжело. Подобные фишки, они позволяют Террор Блэйду фармить. Ну, типа выигрывать время. Выигрывать время для него, да. Ну и плюс вообще, можно и пушить. Опять же, Террор Блэйд очень неплохой герой для таких ранних под пушей. Ты подходишь к Тавру, делаешь метафосу, делаешь двух иллюзий. Там же варды, там же пеньки. И попробуй остановить этого. Ну, типа да. То есть, как бы, Тавра должны падать. Должны лететь Тавра, да. Но с другой стороны, мы же понимаем, что в Лейте Виномансер это Виномансер. Ну, Террор Блэйд для Лейта есть Террор Блэйд. Ну, типа да. Для Лейта есть Террор Блэйд. Так что остальные герои, в принципе, абсолютно пофиг, какими будут. В том-то и дело, то, что претензии к Виномансеру как таковых, ну, по большому счету, нет. Герой-то хороший. Да. Но претензии к командам, которые считают, что он настолько хорош, что он может заменить Террор Блэйда. Вот в чем, как бы, суть. Да, это действительно претензии есть такие. Ну, 100% винрейт, кстати, у Зевса, вы смотрите, как вам это, а? Ну, у Сикритов. Ну, знаешь, три игры, это небольшая дистанция, чтобы тут... Да не 15 на рискинге. Да, например. Хороший очень показатель у Зевса. Да, вот именно с такими играми, как Тейтхантер и Тайтан, собственно, понятно. Все с Титаном это очень сильно Зевс бьет своими молниями. Тейтхантер и Зевс это просто очень много дэмэджа в драке. Ну, и с Титановой, с Тейтхантером, это все много ДПСов 5 на 5. И опять же, это очень просто сделать. Да, да, все жмут по кнопке, буквально там по две кнопки. Зевс жмет две, Тейтхантер жмет одну, Титан тоже две. Да, причем особо целиться ничем-то и не надо. Ну да, да. То есть просто больно эффективно. Ну, по статистике мы видим, что действительно эффективно. Не так-то, опять же, много и матчей с играми этими героями вместе, но те же там 30 игр Тейтхантер и Элдер Титан, 15 игр Зевс и Элдер Титан, минрейт в районе 65%. Да, очень неплохо. Ну и Нага Сирена у нас ластпиком заезжает. Комбы-вомбы под Элдер Титана и Нага Сирена, те самые. Ну и это Нага Сирена Кэри. И по Тейтхантера как бы. Нага Сирена Кэри или же там может быть это... Ну, я думаю, что это Нага Сирена, которая пойдет на легкую. Бай Артизи... Бай Куроки, точнее, да. Естественно. Да, ну Зевс будет стать минем. Вряд ли в мид. Зевс, который идет на легкую, это странный Зевс. Да, как Виномансер. Ну, не из того же разряда, вот серьезно. Странный герой. Поэтому, да, Зевс пойдет в миддл. А Нага пойдет просто фармить. Куроки на Наге неплох. Ну, это мы знаем, что Куроки на Наге очень неплохо отыгрывает. Ну, вот, опять-таки, а по линиям? Ну, Нага пойдет на легкую. Ну, Нага легкая. Зевс не... Зелдер Винга, вот так. Ну, да, да, почему бы и нет. ЕГЭ могут, конечно, пошатать эту всю историю за счет Фуриона. Но что-то мне кажется это сомнительным. Мне кажется, что... Не самый шатабельный герой это. Не самый шатабельный у них. О, о, Рейскинг. Интересный. Сто процентный винрейт. Не забывай. Пошли, просто... Вот, понимаешь... Наверное, Артизия одел счастливые штаны, взял в Рейскинг. Да, да, да. Где все это было вчера? Вчера решили, что это, в принципе, нафиг не надо. Фир на Огром магия. Вот такие приколы, Виномансер. Ну, вот общий винрейт мы видим сейчас. 92 почти процента на Рейскинге. Ой, да. То есть, к примеру, Зай, там еще кто-то играл и портил стату. Кто-то попортил стату Заю, да. Люди вот нормальные вообще, я не знаю. Ну, нам показывают откуроки. Ну, в принципе, вчера настроение у ребят было очень-очень убитое. Ну, я думаю, мы все прекрасно понимаем. Да, вчера и ЕГЭ, и Team Secret были очень недовольны. Артизия уже, видимо, планировал здесь остаться на местной автопате, но его уговорили все-таки менеджеру уехать отдыхать. Правильно, правильно. Ну, говорит, тебе играть завтра. Артизия говорит, да я вас всех бомбил. Да, да, говорит, да пошли вы за. Ну, потом все-таки подумал, что, ну ладно, нельзя так делать. Все-таки. Профессиональный игрок. Турнир не закончен, хотя, естественно, были опечальны. Ну, победа в этом матче может немножко приободрить. Да, приободрить общую неудачу. Все-таки заканчивать победой какой-никакой всегда лучше, чем заканчивать поражением. Ну, тут я, конечно, согласен. Ну что, поехали смотреть-то. Первая игра, Best of 5 серии. Ну, посмотрим, как оно будет, ЕГЭ или Secret. Я, опять-таки, считаю, что, наверное, все-таки лучше было бы Best of 3. Ты знаешь, ну, все было Best of 5, и поэтому Фир действительно на игре в соло-мид. Вот так вот. Очень странный ход. То есть, привыкли мы видеть Виномансера там уже какого-то... Ну, а игра соло-мид... Ведь мы не привыкли. С другой стороны... Я его вообще ни разу не видел, по-моему, соло-мидом. Ну, где-то был. Я видел где-то. С другой стороны, он как бы довольно интересный. В том смысле, что если он купит аганим быстрый, там, быстрый левел, может пойти через Мидас, чтобы был бы и быстрый левел, и быстрый аганим. Это очень грозная сила. Очень грозный герой. Да, ну, по линиям мы все понятно. Виномансер у нас и Рейс Кинг 2 саппорта пока в легкой. Понятное дело, будут они помогать там Артизе быстренько что-то нафармить, куда-то бежать. Ну, вот я как раз смотрю разницу за 4-е и 3-е место. Разница в 18 тысяч долларов. 18 тысяч долларов. То есть 44 и 26, соответственно. Ну, 18 тысяч долларов за 3 выигранные игры. Да, в принципе это нормально. Это хорошие деньги за 5 часов времени. Ну, слушай, да, я не думаю, что кто-то из дотеров может похвастаться. Я не думаю, что вообще много людей может похвастаться. Тем, что они могут за 5 часов заработать 18 тысяч долларов. Но тут не только в деньгам их, естественно, делая. Конечно, конечно. Юниверс пришел, команды решили сыграть стандартно. Это не... Ой, тут, кстати говоря, у Симбы огромная проблема. Симбы вряд ли уйдет. Да, отлично, Зай тут сыграл. И Артизе забирает форсблат. Ну, просто браво. То есть очень хорошо. Что очень легко получилось. Очень легко. То есть просто вышли, дали... Слоу, дали стан и убили. Решили не придумывать в этот раз чего-то там ЕГЭ такого, где Артизе играет на Фурионе. Где они там летают по Сикарте, что-то вот такое. Стандартный соло-карт Фурион от Юниверса. Да, ну, собственно, Юниверс, опять-таки, не очень часто играет в последнее время на этом герое. То есть мы Артизе видим действительно чаще на нем. Ну, вот, посмотрим, как пойдет здесь. Пока ЕГЭ начинает очень хорошо. У них в миде по-прежнему стоит у себя Огр. Да, Огр. Уверенный Огр такой. Просто уверенный. Да, Зевс, конечно, против Агрессия очень даже нормально ощущать будет. Да он вообще не должен напрягаться. Да и Огр тоже не будет, на самом деле, напрягаться. Так-то у Огра слаб очень хороший. Дэмэдж очень хорошая анимация. Он может очень неплохо динайдить. Так, настроечки, настроечки. Так, конечно, настроечки. Так, прописать, прописать, что-то. Зек, Блейз, КФГ. Ну, там на миникарте были, да, маленькие эти. Вот он. Спасибо. Блейз забыл. И тут Юниверс умирает, пока Блейз писал свой картик. Почти пропустил ФБ, почти как мы. Это уже было не ФБ. Ты пропустил уже ФБ. Человек заходит в доту и не прописывает сразу конфиг. Ой, как больно. Как больно. Зай просто разваливает. Здесь Юниверс и в спину, Зай. Еще и спалили стаки. Сразу же помаковали, что там уже есть стаки у Тайтхантера, которые надо либо заблочить, либо такнуть туда варс, чтобы видеть, когда он пойдет их фармить. Ну, знаешь, спалить стаки. Не, в принципе, это как бы и достаточно очевидная вещь, но в любом случае, ребята лишний раз себе как бы напомнили. Напомнили, что там есть стаки. Это так, да. Я только сегодня вот, находящийся в отеле Юниверс, может погибнуть на самом деле, потому что тут Степлер от Биг Дэди очень больно бьет и что-то как-то друг друга поблочили. Не знаю. Только с утра проснувшись и посмотрев отборочный финал на Айлигу, да, Virtus.pro в Китае. Да, Virtus.pro с Power Rangers сыграли. И вот там у Power Rangers в третьей игре, по-моему, может, у второй, был Тайтхантер, который стоял на сложной, очень неплохо стоял, и заодно делал все стаки. В один момент он пошел фармить эти стаки, к нему пришли, убили его, забрали все его стаки. Он еще их как раз побил. И вот в этот момент я подумал, тут, знаешь, знаешь ты или не знаешь, что у Тайтхантера есть стаки, когда играет хорошая команда, она под фарм Тайтхантера что-то придумывает. Ну, конечно. Она либо отвлекает противника, либо защищает Тайтхантера. И поэтому часто знаешь или не знаешь, что есть там стаки, это ничего не дает. Тайтхантер их все равно зафармит, а он выберет момент. И сколько раз я видел уже от вот таких вот не самых топовых команд, вот эти ситуации, где Тайтхантер играет как в соло, как в паблик. Он просто ее в один момент фармит, его приходят, его прижаривают, забирают все его стаки, и все. На этом игра на самом деле закончена. То есть тут нужно либо на вышки какие-то уходить, пытаться отвлекать. Либо прикидывать всей командой. Да, либо просто охранять. И просто постоять и вместе зафармить, помочь Тайтхантеру, так сказать, за это дело зафармить. Не, ну на этом турнире я, например, тоже обратил внимание, что очень много бывает ситуаций, когда на Тайтхантера просто забивают. Он ходит и фармит спокойненько. Да, у него там стоит вард, он как бы видит подход, но в Смаке пришли, убили, допустим. Конечно. Тем более убивать есть чем, с новой станы и что угодно есть. Да, да, да. Огромакс мидо подтянется и ГГБ. Почти всегда есть чем убивать. Плохо, если у тебя нечем убивать. Ну это да. Не очень хорошо, не очень хорошо. Ну смотри, Огромакс с Зевсом идет абсолютно вровень, Артизия с Нагой идут, в принципе, абсолютно вровень. Все идут. Все, все, ребят. Ну ты знаешь, почему-то я как-то более впечатлен от, собственно, от Террорблейда, чем от Наги. Я не знаю почему. Ну, Террорблейд последние все, там, не знаю, недели, месяца показывает очень серьезный перформанс в играх. Но мы видели, кстати, на Дрим Лиге, когда контрили, собственно, Террорблейда. Контрили неплохо, но... Не, но Террорблейд, он убийца. То есть Нага, это вот эта противная хрень, которая тебя пушит, а Террорблейд, это реально воин. Это чистый супер-убер ДПС. И Террорблейд все-таки, как правило, контрится не в лейте. В лейте я почти не видел игр, где бы он проигрывал. Они есть, конечно, но Винрейд, вот, когда игра заходит куда-то там далеко, за, там, тридцатую-сорковую минуту, Винрейд Террорблейд, он просто катастрофически огромен. О, это слишком сильный герой. Да, согласен. Ну, блин, а что ты ему сделаешь, там, иллюзии очень больно бьют хп, много. Сандер, на самом деле, просто... Сандер, да. Да, по большому счету, это невероятно сильный скилл. Когда у Террорблейд уже много хп, большой запас, есть какой-нибудь БКБ, чтобы его не могли сфокусить. Да, прикинь, ты его бьешь в начале секунд 10, выдаешь весь свой максимальный, там, фокус, ДПС, все что угодно, и потом он опять фуловый. А он может, да, он, при том, он как-то может от него убежать, и как бы не давать Сандер, но ему повысили рейндж, ему очень легко сейчас, и он может, в конце концов, подставить даже какого-нибудь суппорта своего. Вообще пофигу. Там свапнется каким-нибудь Виномансером. Да, ему реально по барабану. И все, и как бы Виномансер там прыгнет, умрет, он с ним свапнется хп, Виномансер еще и всех обосрет там ультом, и все. И будет дальше драться Террорблейд. И такое часто происходит, точно, на самом деле. Да, но вот пока что у нас, мы видим, немножко приостановилась игра, идут такие небольшие перемещения по карте, там Виномансер этот ходит с вардами напрягает, ну и Веник вот как раз, видимо, взял на себя роль сейчас попроверять, что там происходит на иншитах. Да, ставит вардики. Вардики можно блочить также иншитов. Опять же, сколько они там, 40 секунд вроде бы стоят? 40 секунд. Да, в принципе, это много. Ну да. Ты приходишь, если в тот момент примерно, когда иншитов стакают, ставишь вард подальше, особенно, чтобы Террорблейд было сломать, и все, и попробуй застакать тебя что-нибудь. Как-то в лесу где-то непонятно. Да, можно, можно. Да, просто даже банально пошел, рунку законтролил, плюнул туда. И вард поставил, и все, и ты уже сбил тайминг, скорее всего, не получится ничего отвести из-за этого. Виномансер, он может, такой герой, многофункциональный персонаж. Вот он там продолжает ставить варды. Такая перестрелка такая, да? КПД далековато, он не доставит. Ой, ну и вард ставится, это минус С4, скорее всего, хотя он пытается пробить. Ну вот, о, гермак, ему реально по барабану было? Да, в итоге, он, конечно, умирает, но, боже, он, реально, такой бронированный. Втроем. Кстати, а универсов здесь тоже могут попытаться при... Нет, все-таки не застанавливаю. Наверняка есть мана еще на стан. Нету, 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 нету. А там еще и вард очередной от иномансера, замедление. Ну, блин, замедление просто бешеное. Оно, казалось бы, небольшое, но вот только что. Бегает себе Зевс, бегает-бегает Мансит, тут такой... Ну, да, то есть оно ощутимое, на самом деле. Да, то есть реально видишь разницу до и после. Да, не успеваешь скрыться, опять-таки то, что ты можешь замедлить там, не знаю, с двух экранов рейнжи, это, конечно, очень жестко. Да-да-да, там проход подблочить. У вардов много применений. Они сбивают блинки, это тоже прикольное демо. Да, на куроке. Одновременно станы. Ну, и Куро, естественно, под слип уйдет. Ой-ой-ой. Ну, вот если бы не станы одновременно. Если бы не стакали станы, то, наверное, убили бы. Конечно, только хп, конечно, бы, да, забрали. Тут Террорблейд. Что-то вчера у ЕГЭ, кстати, та же фигня была. Они тоже там одновременно станы бросали. Да, что-то как-то да. Непонятно. Неужели так нужно сказать, я первый кину? Ну, видимо, да, видимо, все не так просто. Ну, вообще-то да, странно-странно. Устали, ребята. Домой они хотят отдохнуть. Может быть. У Симбы шестой левел. И для него уже минимум четыре стака я там видел на эншетах. Может быть даже и больше. Может еще сделают какой-нибудь пятый. То есть запас там огромный. На этих эншетах бабла для Симбы. И у него уже все неплохо. То есть потенциально здесь будет Тайтхантер с блинком. И со всеми делами, как обычно. Смотри, ну Пупея вышли, его подожгли. Снова же Тогер Мак, он заходит. Ой, ну по-моему, все-таки он угребет сейчас. Тут по идее договорят. А ты посмотри, ему пофиг. Ему просто пофиг. У него power treats. Зай погиб, кстати, где-то. На ловкость только, чтобы он. Ну ладно, сейчас на силу переключился. Ну тут он должен погибать. Пятеро убивает просто. Пять человек убивает Тогер Мака. А там умер этот Пупея, которого подожгли. Да, но где-то Зай погиб. Я не понял, где погиб. Здесь же тоже погиб он тут. Но они тут вместе были, изначально с Огромагом. Ну а тут Террорблэйд вместе с Феником под шумок забрали вышку. Space created, так скажем. Главное не переусердствовать. Главное не переусердствовать в Space creating. Да, то есть то, как начнут креатить эти спейсы. Террорблэйд, он в принципе свое наберет. Ему не обязательно прям уж ломать-то вратом в 9-й минуте, чтобы быть супер крутым. Если там фидить, может боком выйти это дело. Ну да, пока еще, конечно, речь о фиде не идет. Но все равно можно перестараться и загулять пару раз. И какой-нибудь появится там даггер у Тайтхантера. Кайф, за даггер у Тайтхантера и так и сяк. Так, нападает на куроке, а это был байт. Очень неплохой, и снова фир под угрозой. Он, кажется, очень толстый, но когда тебя... Блин, слушай. И еще будет жить. И еще будет жить. Он просто идет, блин, это забей. И двое закрыты от Юниверса. Юниверс должен забирать Симбу. И Пупея тоже тут убьет. Уходит, уходит просто к уроке. В итоге размен получается 2 в 1. Огар, Макс, Пауэр, Тридц. Чувак. И какие-то нулемли, брасер. Блин, какой он жирный. У него там 1300 хп плюс стики, банка и где-то 8 армора. Вот ты видел, опять же, его месят 3-4 героя. Через рэвейдж. Через рэвейджи. Минус армора и прочую хрень. Ему пофиг. Хорошо, что Нага улетела. Потому что могло закончиться еще более печально сейчас. Да. Огр, Маджай. Огр, Маджай. Ну, в итоге 2 в 1. Размен по итогам был. Еще сбили Заю ренкарацию, что, в принципе, тоже неплохо. Потому что сейчас кулдав он огромный. И в следующий раз не будет ренкарации. Вот Симба, собственно говоря, начинает. Ну, это надо подконтролить. И это надо подконтролить. Но... Просто ноль. Смотри, вот там у него отнимается по 10 хп с залпа иншентов. Да. И вот чем занимаются сейчас ЕГЭ? Они могут, в принципе, подконтролить. Там, ну, Тейл сгорел. Умирает на Тейл. Вот так вот просто. Вот ЕГЭ сейчас могли бы зайти к Тайтхантеру в гости. Учитывая, что нет рэвейджа. Но они уже не сих зафармил. Да, они упустили этот момент. Опа, сирочка полетела на базу. А тут кто-то пашился. Да, это был фреон, кажется. Ну, вот вар там стоит, но он стоит на лоу-граунде вместо того, чтобы воткнуть его на ХГ. Ну да, ну и в итоге упустили момент. И снова Тейл сгорел, который пришел сюда с, там, не знаю, с 200 голды. У него уже 1400. Он сейчас по Нетворсу и ГПМ, и ХПМ вырывается просто в лидеры в игре. Как это бывает довольно часто. Да, ну тут нас идут искать Куру и его найдут. Да, ищут Крок, а у него нет сна наверняка, да? А, уже есть сон, но не успевает. И должен быть стан, ищем мультикаст. Хорошо. Ну вот, теперь бросили по таймингу и все нормально. Ну вот, вот. Собрались ребята, видимо, осознали ошибку прошлого. Типа давай будем как-то... Крок я, правда, тоже затупил немножко. Ну, ЕГЭ в этой игре, конечно, отыгрывает просто шикарно, потому что мы забываем Ортизи, да. Да, он есть в игре, и опять же, мы только вчера, там, да, разглагольствовали о том, что если там до 20-й минуты покупает себе Terrorblade монту, то, как правило, он эти игры уже не отпускает. И тут монта будет опять на 15-й минуте. Да, ну тут пока пишут, что подлагивает, да, там, золота не видит, не видно, когда оно вылетает из крипов. Ну, не знаю, может, он не добивает. Та-та-та-там! Я не вижу золота из крипов. Парень, у тебя ноль крипста. Упс, на Terrorblade на 12-й минуте ноль крипста-та. Ну, не видишь ты золота из крипов, надо оно тебе больше всех. Ну, понятно, это недовольство там, когда такие пролаги непонятные, вот, когда ты не видишь золота и так далее, ты также не видишь, иногда, некоторые спилы, тычки, ТВ-ров, там, например, удары. Можешь не видеть еще какие-то вещи, это не очень приятно. Это понятно, то есть, потому что это не глобальные лаги, но это просто неприятные вещи. Это какие-то странные лаги, они существуют в доте практически на всем ее протяжении, и даже недавно вроде выходил какой-то патч с этим связанный, который там вроде как должен был пофиксить вот анимации в случае каких-то лагов, слабых компьютеров или проблем с интернетом, но... И ты поверил, глупец? Но в том же патче было... Выпустил сундук. Да, в том же патче был сундук еще, и как-то... И почему-то сундук не лагает. И сундук работает идеально. Сундук работает как часы. Лучше-то пинги у всех, смотри. Да-да-да, пинги огромные у некоторых парней. Хотя нет, это походу какие-то кастеры из непонятно откуда. Из соседней комнаты. А тут только больше нет никого, да? Больше нет. Ну еще китайцы, может быть. Вот, китайцы. Ну еще мы вон сидим. Ну так тут не все китайцы. У всех 165 там был пин. Еще мы в лобби сидим. Нет, это в принципе ненормально, да, когда такой пинг. 165 это немного. Мы же в лобби, да, мы в лобби, мы вообще топ. Раньше люди думали, что 165 это секунда. Нормальный средний пин. 165. 165 это секунды. Да. Почти. Да. Ну тысяча пинги на самом деле это секунды. Да. То есть 165 это 0.1 отзыва, ну это всего дофига. Ну это, 165 это, ну как бы, почти две десятых секунды. Нет, для шутеров это вообще забей. Да для доты тоже забей. Ну типа для доты понятно, что тут меньше влияет в принципе, чем для кс какого-то, но... Или для старкрафта. Понимаешь, ну что такое, что такое две десятых секунды. Какие-то старкрафт спины. Это как какой-то микробаш от снайпера, вот например. Ну был в микробашке и размедление. Ну да. Вот он тоже на 0.25 был. И вот, конечно, ты всё время как будто в башу снайпера. Ты всё типа делаешь с откликом в четверть секунды. Это на самом деле очень решает. Ну с 333 артизи пишет, что мне 70 миллисекунд дилей, а должно быть 30. Да хуй вот это вот. Это то же самое, ну ладно. Понимаешь, это просто забей, вот тут даже претензии не стоят. Да ладно, он троллирует. Надо просто ему подойти и дать лещу. Он не троллирует, он серьёзно пишет. Да троллирует, троллирует. Я тебе говорю, он серьёзно пишет. Ты чё ты? Он на полном серьёзе пишет. Ну правильно, и правильно делает. Ну а почему он играет? Отожмите игру, пусть играет. 70, 35, 200. Задрали вот это. Такие, понимаешь, вот всё, вот это вот. Не знаю, не знаю. Играть надо. Все в одинаковых условиях. Ныть они будут. Блин, короче, рассказывать про все в одинаковых условиях самые непонятные. Ну басы. Ну басы. Я не знаю, просто облить себя говном и типа сказать, ну блин, чуваки, ну вы все в одинаковых условиях. Играете. Что вам? Или знаешь, не знаю, разлить какого-нибудь клея на поле для футбола и выпустить чуваков. И мячем вместо мяча гирю положить. И сказать, ну блин, извини. Но вы все в одинаковых условиях. Но вы все в одинаковых условиях. В чем проблема ваша? Играете? Все нормально. Ну типа честно, это так нельзя говорить. Когда условия плохие, неважно одинаковые или нет, они плохие. Так не должно быть. Да, но 70 мс и 30 мс ты никогда не починишь эту проблему. Это конечно не... Ты супер можешь починить. Ну видимо, да. Это какие-то уже... Блин, вообще интернет существует не первый месяц и не первый год. Ну да. А почему-то все время он какой-то проблемный. Почему? Когда же уж сделать так, чтобы не было. Потому что это интернет. Там, кстати, Пупей на Дортизе подшучивает. Дортизе, да, давайте подождем. Потому что тебе там тяжело с ластхитом в лесу. Давайте подождем. Не понимаю, что пинг очень влияет на фарм в лесу. Прям невероятным образом. Ну это действительно очень сильно влияет. Ты что? Да, да, да. Ты же не видишь золота из хрипов. Ну да. Слушай, у него минус мораль. Он говорит, блин. Я не зарабатываю капусту. Все верно. Это косплей Даззла? Это косп... Нет. У меня жестко спайкает. А у тебя, да, будет косплей Даззла. Жестко спайкает там. Нам дали инфу, что там жестко спайкает. Нет, ну команды, видимо, и та, и другая команда в хорошем настроении, да. Настроение хорошее у ребят. Они друг с другом хорошо общаются всегда и, собственно, все у них более-менее нормально. Это самое главное. Ту-ру-ру-ту-ту-ту. Да, ну верно. 2-5 матчей сегодня, это опять будет долго-долго-долго. Я вот сегодня утром проснулся, и мне казалось, что этот турнир не закончится никогда. Ну, вообще-то вот действительно долго. Долгий получился ивент. Реально долгий. Как такой мини... Ну, слушай, интернешнл уже в гранд-финал, финальная часть 4 не идет. А здесь 5. 5? 5? Ну да, вроде. Я уже запутался. Все слилось воедино. Люди, кони, все смешалось. Люди, кони. Да-да-да-да-да. Так, ну что? Го-го-го! Там они уже что-то кликают, я смотрю. Да, они кликают! Клик-клик-клик. Класс-класс-класс киберспорт. Они просто все-все-все кликают. Так, ну и что получается? Получается у нас пока 5-8, ну... Купят ли Артур в этой... А, подожди, кто там? Купят ли Куроки в этой игре свиток радианца первее, чем Сакро? Ну, можно забиться, но я думаю, что Куроки немного умнее и опытнее. Я видел, вот люди писали, типа... Опытнее. Главное опытнее. Он, типа, купил для того, чтобы минимизировать траты голды, когда его убили. Как это влияет, когда у тебя 4000 на руках? Ну, наверное, если у тебя ровно 1400 голды... Да. ...то можно купить, чтобы тебя не отнял твое 50 стабильного золота, понимаешь? А когда у тебя 4000... Как это влияет? Ну, вот и я же о чем. Ну, тут люди с особой математикой, они... Могут, как бы... Да, да. Могут сами для себя покомментировать и посчитать, что как-то. И объяснить. Кстати, слушай, а там уже 1700 голды преимущество у Артура. У него большое преимущество. У него все отлично. Он лесной человек, он такой лесник, все фармит, там лес... Тарзан. Ну, слушай, он не только лес, он в самом деле и фармит и лес, и линию. В этом прикол. Он никому не оставил линию, он успевает и там, и там, в основном. Секреты куда-то в смоке в свой лес выдвинулись. Да, ну а там как раз... Интересный мув. О, Гурмак на топ пришел. Действительно интересный мув, в счет того, что курки сверху... А, слушай, они найдут сейчас Фуриона в своем лесу. Найдут, как ни странно. Дозрительно, но Фуриона... Да, найдут, потому что здесь прилетел Пупе и... Ой, как же понял. О, Юниерс включил Блэйд Мэйл. Ну, тут пока... Смотри, какая толпа и люди сейчас... А тут вышел так... Поздороваться Артурчик. Ну и по сути-то секреты угадали с управления движения. Кстати, Артур не особо там много-то врата забрал, как на 15 минут. Секреты угадали. Ну, в принципе, они понимают, что Артизи фармит в своем лесу, и по одной причине они не хотят идти туда. Вероятном том, что тоже понимают, что возможно и не дойти до туда. Потому что Виномансер PPD стоит в миде и постоянно чекает, все, змей кругом. И понимают, что раз Артур фармит свой лес, то Фуриону деваться некуда. Он наверняка в нашем лесу. Но, не знаете, самого куда-то идти через все, ради того, чтобы один раз жарить Фуриона, это не то. Артур-то все равно фармит при этом. Нужно придумывать более глобальные вещи. Например, выход на верхний тавр, сломать верхний тавр, завардить чужой лес. Возможно. Тут они как раз еще и вышку защитили, получилось так. То есть тут у них такой побочный эффект их выхода, то, что они защитили тавр. Но, тем не менее, в целом по игре они делают немного не то, что нужно. Вот PPD делает то, что нужно. Он приехал в чужой лес, смакер, расставил вардов, поставил опс, поставил кучу обычных вардов своих, точнее, вот этих. И все. Приносит пользу. О, и теперь не будут видеть здесь сирену, плюс заблоченные респы, плюс еще. Правильно. А Артуру никто не мешает в течение 15 минут уже фармить на легкой линии. И Артур отрывается по Натворсу и... Но у Наги уже Радианс почти готов. Молодец, Наги. Заметьте, без рецепта. Без рецепта? Без рецепта это не Ордианс. Хотя еще не вечер. Ноутейл... Ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Что-то Натейл как-то не первый раз уже умирает. Бесконтакт на его... Вообще-то второй раз умирает. И второй раз вот точно так же. И в этом же месте. Да-да-да, в этом же месте. Тактика бесконтактного боя. Зая Мидас. Слушайте, вот этот Рейс Кинг, он же так будет разваливать скоро. Так это ж фармящий суппорт, Зая. Да, и Артизи снова забирает тавр. Еще один. Отрывает уже больше чем на две тысячи. И перетекает куда-то в сторону низа теперь. Артизи перетекает. Перетекает, да. То есть... А, Найнш-то фон пьет на Рошана или что-то такое. И на Рошан, наверное, на вас. Он может убить Рошана при какой-то поддержке. Через метаморфоз ты имеешь ввиду или как? Конечно, у него монта уже есть. Вот так-то. Да, у него есть монта. Он может убить Рошана вот с этими пенями. Пенями. И вот с этими змейками, которые будут тоже наносить ДПС. ППТ, правда, зажимает змей. Не хочет ставить. Поставить. Да, с Фурионом тут мы идем. Ну, правда, секунд 30 им придется потратить. Я не знаю. Сикерты, конечно, сюда вряд ли пойдут. Ровно всю метаморфозу. А, ну вот так вот. Ага, да, да. Не дают. И идет уже рэвич туда. Арбуз должен туда катиться намного быстрее, чем он сейчас это делает. Арбуз. В основном, Арбуз есть. Блинк. Он, если что, вкатится очень жестко. Но, по-моему, Артур понимает, что план провалился. Их спалили. Пытаться забрать Рошана, конечно, в такой ситуации это слишком рискованно. Потому что его зафусят. Не дадут никого Сандера заюзать. Если он поймает рэвидж. Там проказа Зевса. Все под Титаном. Артур теперь просто бегает. Ну, в принципе, Артур теперь просто время тратит. Потому что тут нет эншотов. Там Рошана нет. Морфозу он прогадил. Или ничего не фармит. Не знаю. Я, блин, не первый раз вижу, как команды разные с террорблейдом идут вот так на Рошана. Делают им пять пичек. Туда приходит кто-то на чех. И они убегают. Да. Причем там еще и потрачен, к тому же, метаморфоз. Да. И метаморфозу трачется. И время, и метаморфозу. И в чем смысл. Вот и Артур возвращается, собственно, к истокам. Вернулся к истокам. Ну, и куда ходил называется. Да. Непонятно. А вот Нага все это время немножко подприформила. И уже, собственно, с Радиансом. Так что там уже и до Трэвелов-то недалеко. А это уже выход на Артура. И Артура тебя тут могут убить. Сотребляют иллюзии. Ну, естественно, понимаешь, что это. Очень забавно видеть, когда люди сотребляют иллюзии. Не выходят даже из смока. Фира находится в итоге. И сразу все скиллы в иллюзии. Типа бам-бам там. Ну, а такое часто бывает? Часто бывает. Очень часто. Очень странно. Это чаще бывает ночью, когда неожиданно кто-то появляется. Но профессиональные игроки как будто бы забывают, что Смог там раскрывается с тысячей. Заранее. И не важно, видишь ты герой или нет. Даже в темноте. Если бы это была не иллюзия, а герой, Смог бы с тебя спал. Да. Забирают товары здесь. Юниверс. Ну, это третья вышка для ЕГЭ. 9-7 они ведут. 19-ая минута. А мы видим, первый ультимейт торп уже должен лететь Артуру. Вот он, да. И телепорт также имеется. Ну, собственно, в Скаде на 20-ой он иметь, конечно, не будет, как вчера Блэк. Но где-то там 23-24-го, я думаю, у него уже будет. А в Скаде. У Куроки к тому моменту будут Тревела, Радианс, ну и возможно Яша где-то. Куроки сейчас вполне вероятно насчет догонять и обгонять потихоньку Артизия. Не факт, что прямо. Это сильно зависит от того, как играют не только Куроки Артизии, как играют их команды. То есть, где стоятся ворды, как прижимают ту же Нагу или того же Террор Блейда, что им дают, что не дают. Можно давать Наге фармить всё, а может ходить и убивать её иллюзии, в конце концов, даже на линиях. То же самое можно делать с иллюзиями Террор Блейда. Зависит от того, насколько сильно заблочен лес там или там, заблочены эншенты. Это огромная такая экономическая стратегия, это дота, знаешь ли. Поэтому не факт, что... Ну а если вот просто фармить по карте, то, конечно, Куроки начнёт обгонять. За счёт радианса он всё-таки фармит быстрее. Быстрее и больше. Так, ну и чё там вообще получается пока? Ну Винга такая себе подруга, не самая плотненькая. И секреты. В принципе, навязывать драку, я думаю... Да есть, наверное, смысл, всё-таки Зевс он ведь теряет актуальность каждой минутой. Зевс интересный герой. Он теряет актуальность каждой минуты действительно до определённого момента. А с определённого момента он снова начинает её набирать. Ну то есть когда он собирает уже эндгейм вот эти артефакты. Да, и когда уже БКБ пятисекундный у всех. Просто у него же пассивка отнимает в процентах. Да, да, поэтому он собирает. Это жёстко. Плюс всё-таки два ульта с Аганимом. Под Вейлом. И под Вейлом. И под Вейлом. Под Вейлом, Зевс ульт под Вейлом. И ни в каком... Под Вейлом. На одного максимум повесить. А в смысле, это драка же. Ну кто-нибудь может повесить. Может дать Хантер, купить Вейл, запрыгнуть, повесить на всех. В общем, никому ни в каком ловите мало не кажутся вот эти два ульта. Это очень жёстко. И когда уже БКБ становится там пятисекундный у кэри, Зевс снова начинает быть очень даже неплох. Но здесь мы видим нага действительно. Пятьсот голды всего осталось. Только что было две тысячи. Осталось пятьсот... А нет. Тысяча пятьсот. Но потихоньку догоняет. Да, купе. Просто испаряются. Баба. Да, Зевс ульт. Зевс там сам себя немножко побил об... Так себе побил, но остался. Ну да. Размен один в один. И Фуриона разменит на суппорт Вингу, что опять-таки очень даже неплохо. Тавр в миде буду пытаться забрать Сикрет. И Сикрет пока забрали одну. Или на топе тоже вышка упала. Да, две вышки они забрали. Потеряли три. Ну то есть вот в миде было бы неплохо тут как-то забрать товарочек. В миде так нормально. Просто в миде бы хорошо подошел сейчас Угрмак, начинает заливать. Там еще рядышком находится Виномансер. Их очень тяжело затолкать. Только если ты прям пойдешь им в лица бить. Зай тут. Вот Зай, например. Убивает иллюзию, фармит сам лес. Если бы он тут не фармил, это бы все сформила Сирена. Опять же. Отнимает у Сирены денежку. Правильно, правильно. Зарабатывает денежку себе. Правильно, правильно. И даггер у Рейскинга. Вот это уже очень неплохо. Учитывая то, что идет 22 минута, а это казалось бы суппорт. Хотя он фармящий суппорт. У Рейскинга он как бы по деньгам сравнялся с Соломитагром. Да. И в принципе очень близко к хардлайн Тайтхантеру. Но он будет догонять. Он Тайтхантера догонит ближайших минут пять. Он уже и Тайтхантера догонит и уже пойдет туда ближе к Фуриону приближаться. То, что мы понимаем. Мидас как бы, да. И вот очень активный вот этот вот Зай. Мидас, ну он в принципе и занимается только тем, что фармит всю игру. Зай. Он всегда готов подключиться к замесу, но в основном он фармит. Интересный выбор от Дивса. Виллстоун, честно. Я вообще не понимаю. Я не понимаю такой выбор. Есть Аганим. Есть Рефрешер. Есть Хекс. Есть Дагон. Есть Дагон. Зай, зачем свапать так Зай? Непонятно. Инициация это так себе. Ведь это же да. И можно умереть. Ой, да ладно. Реведж. Так себе реведж. Он как бы зацепил много людей. Даже не так себе это ужасный реведж. Зевс, конечно, ультует. Забирает Зая. И тут Артизи. Артизи врывается. Убивается одного. Никого. Он себя заденайл. Артизи надо делать. Сандр он уже видимо делал, да? Артизи уже делал, Сандр. И минус все. Просто минус все, кроме Юниверса. Это какая-то жуткая идиотская драка. Да, что-то странное произошло. То есть, казалось бы, реведж был весьма плохой, потому что на краешке, краешком кого-то зацепил. Это не очень круто, но просто минус пять. Но по итогу смотри, вот зацепил он краешком реведжа. Зацепил Зевс ультой. Краешком ульта. Краешком ульта. Так чуть-чуть цепануло. И нага с радиансом загорела. И все, собственно говоря. Очень много урона. Очень много. Артизи был не в форме, не в метаморфозе. Опять же ауешный урон по всем, которые вот этот Зевсы, тайды, титаны. 4200 голды. Много. Да-да-да. И у Зевса сразу 13 зарядов, да? А не, он умер, он умер. Он же денайлся. А он все равно получает опыт за все, что там произошло. Это же Бладстоун. Ну да. А заряды не копятся, по идее, или копятся? Не копятся. Не-не, это был бы МБА. А прикинь, не МБА такая. Не, ну так бы вообще заряды всегда. Не, ну он получает опыт и деньги. Это точно знаю. Биг Дэди в лесах. Загулял немножечко. Интересно загулял. Забавно, что Айсфони не так и не убили, и он именно себя заденайл Будстоном. Это очень такой был странный момент. Потому что ему нужен был один удар и долгое время. Артур. Что-то какое-то опасное нападение. Ну он увидел там тайда, который с ДД идет, думает, ладно, не пойду. Ну вот так. Не стоит оно того. Поршиво и печально. Артизи неопытный, знаешь, неопытный. Это какой-то он на этом террор блейде. Он пошел в драку. Так, с вами будет Фиро. Очень больно Фиро. Вот уже не выглядит таким жирным этот герой, как было в начале. Универса. Проблема это будет универса. Хотя Зайс, блин Кан. Да, здесь по С4. Еще иллюзия подошла. Огромные проблемы теперь у С4. Ну и да, минус 2. Неопытный Артур. Он идет в драку, в драку с Тайтхантерами, с Тауренами, с Титанами, с всякими Зевсами, Нагами и так далее. Он идет с одной мантой. Он не покупал БКБ, чтобы драться. С такими артами нельзя идти в драку. Как делают Cloud9? Они дерутся в четвером по максимуму. Да, только тогда, когда у него появится, блин, я не знаю, минимум Скади. Да, он там с минимум Скади, да. А если прямо очень жесткий, там маг проказ и так далее, еще Скади и БКБ купят Джеки Мау перед тем, как он придет таки в драку. Ну или они там идут куда-то в смаке и нападают как-то неожиданно. Это другой вопрос уже, когда ты сам нападаешь. А просто въезжать в стройку, так как в драку, где на тебя нападают, имея одну манту, ну блин, у него 1400 хп. Это не очень много. Большая папочка, кстати, продолжает фидить у нас что-то. Папка сегодня. Что-то погибает, погибает и погибает. Да, КСФО. А кто поможет? А кто же поможет? Ну, возможно, Фурион поможет? Нет, пока. Поможет Нага. У Зая есть тульта. И будут ли гнаться сам? Нет, не будут. Не будут гнаться. Ну, Тавр в миде очень битый. Мы видим, тут есть несколько иллюзий Наги и вот поджимает активно. Нага уже мы видим впереди. Рэвэйдж? Что за рэвэйдж? Что это за рэвэйдж? Что это за рэвэйдж? Я не понял, что за Росима какие-то странные рэвэйджи дает. Что? Этого рэвэйджа я вообще не осознал. Нет, этот был вообще самый странный рэвэйдж из того, что я видел. Он застанил... Кончиком Виномансера. Где-то там, да. Иллюзию Артизи, что ли. Может он думал, что это... Не знаю. Я не понял. Может он надеялся, что проканает как в прошлый раз. Что сейчас я дам рэвэйдж. И наши все на моральном... Не знаю. На морально-волевых развале соперника. На доверии. Все на доверии пойдут. Да, но по этому поводу единственное, что реально происходит, это то, что Яган начинает убивать Рошана. Потому что там нет рэвэйджа. Да, такой вот фейл от Симбы. Он просто стоит сейчас секретом Рошана. Да. И, собственно говоря, Артурку сейчас убивать будет уже посложнее несколько. Ну, ровно на Аеге сложнее убить Артура теперь, чем до этого. Зайд на горе засел. У Артура должен быть уже с Кади или вот прям очень скоро. Да, у него там уже и перед Рошана, по-моему, был в Кади. У него уже в курица висел, не хватало только... Ну, курица как раз висела. И смотри, Ага не появляется у Гармага. Ну, неплохие артефакты у Яга появляются. Ну, они ввели довольно серьезно, да. Вот после того тимвайпа, возможно, конечно, там преимущество поуменьшилось, но я не думаю, что насильно. Вот графики было бы интересно все-таки глянем. 27-ая минута у нас идет матча. По артефактам, что интересного у Симбы? Пол рефрешера есть, точнее, треть. У Наги есть уже Монтан. И по-прежнему Бладстоун. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ловит Пупея, он может что-то придумать, но нет. Что-то придумать довольно тяжело. Идотейл закидывает разлом в никуда. Не смотрятся пока суппорты Сикрет вообще. Да. Единственное, что в игре сделали, вот тот самый файт, который был каким-то немного нелогичным. Да, он был нелогичным. Все кроме этого файта, вот прям очень плохо у них идет. Ну, Куро хотя бы. Ну, не то чтобы очень плохо, но да. Особенно суппорты. Если у ЕГЭ существует ППД, который непонятно что делает, но он покупает просто все ворды там. Ходит ставить такие ворды, сякие ворды. Вижен там и так далее. Ходит, бродит. И больше от него ничего и не ждешь. Юниверс, зависла анимация у него. Ай, хорошо. Да, все-таки сбили. Ну, сбили там неоднократно, но... Сбили много раз подряд. А Зай, он фармит с Мидасом и, как бы, я думаю, что он через какое-то время будет раздавать очень больно. То у Сикретов оба суппорта фидят, ходят, бродят, фидят и все. То есть даже Виноматер, который непонятно чем занимается, он обгоняет и очень серьезно. Ну, потому что он не фидит. Он не фидит, да. Если что, кстати, да, очень легко собирать артефакты и вообще иметь деньги, если ты не фидишь. Потому что любой фид он отнимает, у тебя... Ну, ты же понимаешь, как это сложно не фидить. Не фидить. То есть это надо собраться, это надо ходить по карте и... Смотри, смотри, сейчас пытаются убить Купея. Опять Купей, опять он фидит. Нету реведжа был потрачен никуда. Тройной мультикаст. Реведж-то есть. Да ладно. Ой, какой статчик, срабатывает Кракеншалл, а там иллюзия, иллюзия! Иллюзия наваливает жестко. Да, уехал. Два раза от Зая уже от этих станов уезжает, собственно, на другую сторону куда-то. А Клиффа и так далее. А тут тир! А у него мультикаст и ДД. А нормально? На тебе! Ой, вот так вот. Двойной крайной мультикаст. А трипл килл делает Артизи. А он просто ходил там сзади с сушками добивал. Иллюзиями добивал. Он сейчас там собственно ручно как бы героев добивал. Артура есть АЕгис. Он свап это все и лол! К нему просто подвел флоп в иллюзию к Рокке и отхилил таким образом Артизи на пул шп. Довольно? Не, очень интересно. Незаконно. Ну и что? Это минус тир-два вышка. Ну и вот за этот промежуток времени, за эти пару минут ЕГЭ заработали просто тонну голды. Да, они с этими крипами не захотят ли зайти на хэкграунд? Не, не хотят. Там уже все появляются. Рановатенько еще. Партизи кончается. Да, вот более того. Ой, Артурчик. Ну все. Ну команда его бросает что ли? Да он сам себя бросил. Он тут видимо... Смотри, пытается уйти. Свапчик, Эггис сбивают. Ну не, команда решила последовать первому правилу папчика. А что он тут остался? Да, он глупо сыграл. У него вся команда спокойно шла. Он просто то ли начал тыпаться прямо на клипе, то ли... Не, ну это полный... Ага, Дагон! Дэ! Дагон! Ну, секрет проиграли. Блин, ну... Ну, чувак, что это? Чувак, а я же говорил про Дагон. Помнишь, когда мы ржали с Зевса? Че может собрать Зевс? Ну что это такое? У него нет Аганима. Ты вдумайся. Аганим, он дает дэмэджа больше, чем Дагон. Не-е-е-е. Это все вранье. Да точно больше? Да врешь ты все, ну. Блин. Блин. О, мой бог. Не, ну эти Дагоны это... Ну как? А Вейл? Вейл, Аганим, Рефрешер, что угодно. Дефолтный Артин из Зевса. Аганим, Рефрешер, Хекс, там Вейл, так вот. Че за был стон и Дагон? Он че тингер, что ли? Перепутал? Он перепутал героя? А может он думает, что он тингер. А че вы шутки шутите? Я не понимаю этого. Ну ладно. Посмотрим, что он сделает с Дагоном. и эзериал это еще и зевс ну у него как бы он же это крик такой старается крысить в основном по драке он не заходит так он он не касается сража миллиона указать с небольшого зевс пойдет давай догону на гребет его и о как бы зайдет в рэндж примерно как раз там где бьет вот артизия артизия так посмотрит зло да он нам только что зая молодец молодец а за счет на развороте и фурион здесь и фир уже тут реально все они знают что есть рэвидж поэтому действует очень осторожно ты просто развалили симу даже подойти не дали а и вот он не убил не убил 16 хп слабо богатым артизии засловил минус big daddy это минус 3-3 с 4 со своим догоном где правильно там где должен быть в таверне фонтане фонтане водичку отдыхает слабак нубак ну и т2 тавер снизу падает ну егэ на этой карте действительно отыгрывают лучше потому что они что они не собирают догоны на зефе это во первых у скелета владимир он купил нормально скелет владимир где это было все вчера где был скелет вчера где был владимир вчера не были штаны артизии где были штаны артизии вчера что за фигня так тут пошел слип есть тайт он прилетает будет комбо вон это будет больно а нету титана чтобы дать комбо вон будто но блин без титана нет нет работает и без титана с титана было бы еще эффект сейчас бы просто всех порвало троих склеила просто вообще без шансов но и мы видим что т3 не дают забрать конечно пайбэк но с титана это выглядел бы так они бы все разбегаться начали их бы обратно всех бам и там ревейдж и будут и они бы испарились просто было бы клево наверное но был было бы виктори виктори так случилось да очень много зарабатывает за этот замесу там 6000 экспы наги там отсыпал он тысячу чем-то денег все экспу собственно отработали сейчас отработали отработчики экспириенс но опять же тайт хантер не стоит забывать это тайт хантер та 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 тайт у артизии есть бабочка уже а тайт хантер то будет скоро с двумя рвагами ой че-то за ее неприятно за может разворота биг деде мне кажется развалить попытаться мог бы он это сделать но конечно ох 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 и чего слишком жесткий он браканулся от ульта так за ним эти люди станет будет его иллюзия 100 и тут за не уходит зайчик и догнали забили фури он летит вот неплохо заян универс 2 мин за таксик улетает с догона улетает улетает с догона здесь до куроки нападает его же иллюзия больно кура дагон грейдится дагон грейдится красавчик гудста кого он хочет убивать этого догона в грунта в горбой да как кого ну а как ждать действительно террор блэйд мы совсем забыли его же классно убивать догона стиль а если он бкб купит все таки все таки просто догоном прикольно высекать когда ты знаешь не знаю там да просто против куда за например да есть дазл это знаешь что у него не очень много хп и его бы заберстить как чтобы там не дал грейд себе или кому-то да заново в агра он собрался его пихать или куда я не знаю но опять-таки догон вот есть и есть и есть все есть шваркнетран или поздно в блэйд мэйл убьется и все будет забавно ну кстати говоря там у универса если бкб уже в него трудно твердить шваку над догоном артизи если не сошел с ума и если хочет серьезно тут победить то ему сейчас будет бкб и будет бкб в любом случае надо там все таки и тайт и зевс и титан и венгарь и все и с ним будет очень тяжело драться если у него будет бкб потому что физики так много у секретов я на самом деле вообще почти пока нет нога уже конечно валит нормально но все таки нога это еще и милиш на этом побега все не самый сильный герой от физами дпс да конечно в шесть слотов любой герой и нога тоже но у нее нет мкб и вряд ли будет а если будет у когда-то потом у артизи уже есть бабочка то есть его на самом деле пробить будет тяжело ноги как говоря есть владимир это против титана очень хорошо работает этот артефакт и кирасу еще я тоже бы собрать может быть артизи будет собирать кирасу но ему нужно бкб пока он без бкб его убивает вот этими комбами будет бкб и он будет жить кимбу вимбу ну что 37 минут игры вот он смог от секретов секреты куда-то идут в чужой воршпит что ли идут в рошан они думали может что есть рошан а его нет и это про . вал это не удача для них они думали засникать рошана наверно это было кстати очень круто если бы не что-то на да но вместо этого они сейчас могут найти за я находит за иллюзия и драка иллюзии массовая за и за и за и фокусить не особо крутая идея на зая нападать это опасно они потратят некоторое время чтобы убить его раз там будет 5 секунд показать будет в реинкарнации это время подтянется вся команда уже егэ ну вот они тоже начали формирование не узнаешь все хорошо за и отлично все осознает как раз рискинг за счет того что он вот такой живучий он будет против титана супер идеальным героем пока ты его будешь убивать будет 500 тысяч армора на всех раскинута они убивать его тоже как бы нельзя да да а если ты как бы вы не будешь убивать то он очень здорово всеми этими аурами у него куча аур получается не своя вампирика плюс владимир плюс кираса это все очень очень сильно бафает команду и универс 2 минус куриер голды бабочка для кура на дочь как уроки да там летала или это рефрешер для тайна или это что невояна так ну сейчас должны были понять кстати секреты что там у них вард стоит на хайграунде если они еще до этого это не поняли ну да 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 возможно им уже пофигу такая стадия игры поняли что варс стоит и типа забили зевс с этим договора зевс не глядит догон дальше время пришло на байбэк оставляет конечно же очень важно ведь с догоном на байбэк оставляет но у него есть блудстон нафиг и мы стоим так смотри а что с фиром он просто стоял свапчик его походу а чем его застанет ничем его не застанили непонятно походу он авг был он афк да походу реально был странная игра от фира вообще походу не ожидал что может умереть возможно он думал о чем-то отстраненном о гамбургерах возможно не позавтракал но купил артизисе бкб купил бкб но и вот теперь егэ надо как-то активничать потому что на роша на секреты последних 10 минут играет секреты а егэ стоят и и даже иногда афк стоят когда даже иногда афкажет просто стоят вот вот они стоят они ждут пока кто-то придет их убьет ну значит роша на убивают и не помешает мне как секреты очень плохо а егэ с укуром да егэ будет у куроки до куроки его как бы есть денежку же на фото бабочку это убили собственно поэтому он без бабочки так было бы уже с бабочкой так а что там террорблейд он манки кинг бару думает собирать а у него или не у него тоже бабочка только было да вот да да ну и принципе манки кинг бар покупать надо иначе са тут уже такая дуэль получается запрогрева и же лоза мкб ну да в первую очередь для того чтобы с иллюзиями быстро расправляться потому что ты б как раз урон очень хороший с руки он не будет много времени тратить на убийство этих иллюзий там по пару тысяч по факту будет даже хватать его иллюзии собственно говоря будут нормально справляться или фреш рута я ну вот так вот тоже нехило поле чем просто нехило победит такой агрессивный и универс залетает сюда у юниверса ухачьи ее и ручьей и универсионерс чем блэдмейл ты не нажал сейчас я сам себя бы разорвал бы с этих скилов побоялся закон 4 узи все клево клево ну ладно бог с ним с этим догоном а вдруг так надо ну возможно мы что-то не понимаем я вдруг так натурально ну вот посмотрим что он сейчас делать с этим догоном а вот спросил чё не грейдит сразу на тебе это у него какой четвертый четвертый нам все понятно тревела и так братишь гг блудстоун просто просто опять же фурион который тоже не покупает хекс мне тоже не очень понятен да он идет в чистый тебя за дамажащий фурион но так хекс мы и ездили на мариона екс он дает дамаг да маги магом он дает не так много как там чистые дэмэдж шарты типа дэйдаус мкб но тоже немало еще дает хекс чтобы ловить вот таких вот пупеев например вот и все а был бы хекс конечно за и зай тут дерется с сфос зай понимает что он в плохой позиции ай поймали его как ровно за я именно зай первый раз но и второй раз пять человек смотри как его быстро уничтожают разорвали за я сша секрет это по моему в этой игре я просто чуть расслабились вот видно что они не сладко непонятно вот так купился пайп очень важно против зевса артизи бегать по чужому лесу без маны и без тп вроде как секрет это два будут забирать или нет на топе нет не хотят двоем не спешить они не хотят тут нага тут соло как бы занимается пушами она тут никуда не уходит отсюда не отрывала и она поэтому да не очень много денег укроп очень много денег у него есть на вегасе грубо говоря деньги на еще один слот ну и что покупать мкб или что он будет выбирать мкб тоже неплохой вариант мкб в принципе хорошая штуковина если вдруг дойдет маме в дело как бы тот имя дуэли какой-то с пироблэдами если не будет мкб то ты проиграешь если у него будет когда кэш в этот же момент так ну и там мы видим низ пока фурион подбушил вариант кирасы или второй тараски как иногда делают что ты знаю фуриона мы видим кстати две семьсот это будет мкб тут мкб будет да что важно не отменяет того что артуру все равно мкб тоже нужно да все нужно короче кто хочет бить сурки но дагон 5 дагон 5 зевса здесь бкб у грамага скоро ульт дагон 5 рефреш дагон 5 и ульт в принципе это много очень урона это реально урона это огромное количество урона с рефрешером если не так давно были популярны у нас тинкер который при помощи реарма рефрешер все время дагон и все прекрасно помнят что такое два там пяток догона по лицу то нереальный дэмэдж вот такой дэмэдж мало кто переживает скажем так вот надо смотреть что смогут здесь все-таки сейчас ега сделать как они начинают понемножку на проигрывание секреты выглядят более уверенно за счет тать хантера с рефрешером опять же эта история она повторяется тайт хантер раз из раза игра из в игру и то есть мы видим одну и ту же ситуацию игра тянется в лейт там тайт хантер с рефрешером дает два рэвиджа все пять секунд стоят в стане и всех убивают каждый раз она и та же фигня не знаю почему почему это все время так надо 5 бкб ну надо по разные могут это невозможно просто тянуть в лейт против тайт хантера по-моему это ошибка вот и все надо заканчивать игру тогда когда тайт хантер у него нет ни рефрешера там ничего опа сфор не успевает варстав получать дагон дай дагон дай вот дал дагон зая замедление очень в тему как раз вот там уже минус 3 как бы да 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 куру тут пытается уйти заканчивается бкб артизи и кура сваливает умерс улетел ой да ладно куру может и не особо не свалил еще он он летит плывет но универс возможно полетит на перерез нет 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 он там тоже умрет очень минус 3 на в разменяли на reincarnate зая и как бы там просто не ожидали что на них нападут совсем не ожидали бкб даже на иллюзии даже вот это вот куча иллюзий артизи не могут быстро убить иллюзию а когда он метаморфозе ты бишь там много даже с иллюзиями не особо то справляется так вот диффуза пошли у наги диффуза тоже принципе хорошие естественно диффуза и кстати можно иногда диффузить даже иллюзии трублей да по одной по одной но ты их потихоньку диффузишь ну и в принципе против рейс кинга очень хорошая покупка здесь который по идее должен будет надоедать но он кстати уже надоедает то что он очень неприятно открытие 441 а у него же только вот кираса и владимир да у него на урон практически ничего нет у него ничего нет у него просто ауры и пт сейчас будет но это дальше дальше он будет покупать уже и на урон он возьмет все бкб пока тоже дает урон и возьмется в конце какой нибудь тоже мкб скорее всего опа нападение здесь на артизи и артизи умирает два реведжа догон 5 и все дела убивают здесь артура но убили же два реведжа в принципе 75 секунд есть у него там байбэк или нет конечно ой царит еще за их 3 это уже неприятно что он тут умирает для зая это неприятно ой как же больно то за и вот нет байбэка и этого это кстати не очень приятно сейчас секреты должны пойти т2 т3 попытаться крепы прямо здесь оказались тоже очень как-то удачно там где надо и начинают секреты просто нагнетать они сломают тавры каждый пойдут дальше более того если у артура есть байбэк ему его придется заюзать это как бы неприятно но терпимо у зайта байбэка нет а у него если что владимир кираса и вообще 13 тысяч голды на нем так вот пошли пока у нас мультикасты но не покупают выкупился выкупился у нас террор блейд а у него есть метаморфоз кстати универс бкб поймали 4 мир там просто давали вей фир там просто пошел избивать зевса вот он его реально как как школьника просто уничтожает да да это забей но и все улетают и хикса нет а потеряли только венгум и байбэк артура был сайт артура очень важно у эсфо догон и 3000 голды чтобы покупать даже что наверное наверняка да рефрешер это реально хороший арт с пятым догоном ну да и сколько это бабло два догона сколько это бабло очень много данных хватит на 2 2 догона даже зевса у него же блудстоун во вторых это зевс в принципе с монополом особо проблем нет и да вот вот секрет в очередной раз кстати они показывают что чем проще тактика чем она масштаб не глобальный тем как бы легче выигрывать что не первый раз мы видим вот этот тайт плюс у них там был тогда что у них был тогда воид вич доктор и тайт хантер то есть вот как бы тоже все очень просто здесь тайт хантер и зевс как бы и на год с элдером типа комбинушка неплохая принципе все комбинушка неплохая как бы вот она комбо вомбо именно и она реально работает удивительно что команды набирают столько магического про каста что с одной стороны что с другой никто не подвел так и и пайп есть пайп есть у ппд хотя бы а ну вот уже неплохо то что вейл никто не берет вообще ни разу я за турнир не видел вейла не отдавал смотри кстати за был раз был кого-то ой зай зай а он с маной хватило хватило маны и это его так развалил зая умирают а вот кроки больно и выпали все ауры теперь нету ни владимир сейчас бкбшки закончится или нет подходит фир и заканчивается бкб ровно в этот момент как он запахивался это жесть и вот он пятый догон разваливают здесь арту и артур через рамоч не дадут сандер сделать прыгает пупей сандер сейчас будет артур пупей такой пупей но его все равно разведутся за артур сейчас пятый догон будет да 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 куча людей это минус трипл килл от с4 здесь юниверс влетел месяц боже юниверс лев лев и тигр тигр это это кубка про лев сша натуре двоих убил на от минус а евать к про тигр обратил обратил ваннаты был кобрали от капра кобралев это так далее так какого короче секрет уже выиграли по сути эту катку фактически я тоже не знаю не знаю да не не тут уже камбэк достаточно кмбэк из натриал камбэк из натриал да тут вряд ли слишком все ау если что а мы можем вспомнить что Артур-то недавно выкупался. У Артура нет байбэка. Это ГГ официальная. Потому что просто сейчас нага сломает всю базу. Лол, ну тут, конечно, тупо сплотно. Здесь могут ливать уже ЕГЭ. Да, неприятный. А, ну и у Фуриона тоже. У Найчурс Профита тоже нет байбэка. Ну да, ППД просто пишет ГГЭ, потому что нет смысла ждать. Здесь мегакрипы будут оформлены. Да, легко и просто. Легко и просто жать две кнопки Тайдхантером и Зевсом. Ну и в итоге ты понимаешь, что Пятый Дагон выиграл Доту? Да, опять он, да. Опять он выиграл Доту. Пятый Дагон. Что происходит? Ты же понимаешь, что школьники все больше и больше его будут покупать просто. Что, как? Да ладно! Да пускай покупают. Пускай покупают. Нам будет проще выигрывать. Пускай они покупают. Ну что, 1-0? Не знаю, не знаю. Мне непонятно отношение игроков к пикам. Да. Им никто не говорит, что ли? Не показывает статистику, она запрещена для профессионалов? Или как? Ну не по... Просто я знаю, что нет. Ты можешь посмотреть и сам, можешь проанализировать последние последние 50 лет игры команды Secret и увидеть Тайтхантера. Он иногда... Одного из единственных героев, на котором реально умеет играть. Ну типа... Сигма. Ой, Сигма, говорю. Симба. Сигма. Ну типа да. Симба можешь себе взять и Брудмазер. Ну типа Doom, но Doom мне кажется попроще законтрить все-таки, нежели Тайтхантера. Да. Понимаешь, какое дело? Тайтхантер выигрывает игру за игрой. И он иногда проигрывает. Но даже где он проигрывает, частенько он делает очень много. Почему продолжают придумывать все, что угодно. Пикать игр Маджаев на первый пик там, да. Отдавать Тайтхантера на ласт пик. Я тут видел вчера. Типа что? Боль. Странно. Короче, давайте уйдем на паузу, вернемся на вторую карту. Может быть, во второй карте забанят его. Будем надеяться. Может быть, просто кто-то его возьмет. Пусть будет он веселый.